Продолжение следует... Мы приглашаем нас сюда представить очередной фильм из трилогии русских евреев Леонида Парфенова, трилогии, которую фон Генезис поддержал, поддержал с большим удовольствием и с большим энтузиазмом. Это однозначно неординарное явление в культуре русскоязычных евреев. Создание такого фильма уже имело значительный резонанс по всему миру. И, как вы знаете, уже полтора года идут прокаты первого и второго фильма из этой трилогии. И интересно, что интерес к этому фильму не ослабевает. И я смею надеяться, что и интерес к теме русскоязычного еврейства растет. Для нас, как для фонда, который занимается поддержкой и развитием еврейской самоидентификации русскоязычных евреев во всем мире, это, безусловно, чрезвычайно важно. Мы за эти полтора года слышали очень много разных мнений, очень много разных вопросов. И это неудивительно. Ведь прокат, как Софья отметила, в России был очень успешен. Но фильм также был показан во многих других точках мира. И это и важно, и приятно, и интересно. И это закладывает определенную основу и для нашей работы, и для работы других организаций в этой сфере в будущем. Русские или русскоязычные евреи, мы так называем тех, кто родился на России или на территории бывшего Советского Союза, или у кого родители родились в России или на территории стран бывшего Советского Союза. Сейчас они живут во многих странах по всему миру. Это люди, которые внесли огромный вклад в становление советского государства, в создание, развитие и успех государства Израиль, а также в науку, культуру и историю множества других стран. В которой они оказались либо волей судьбы, либо вполне по осознанному выбору. И вот третий фильм именно об истории этих судеб и о ярчайших событиях из жизни этих, достаточно ярких и в некоторых случаях великих людей. Кто-то посмотрит на этот фильм и скажет, а все это уже давно знал. Кто-то посмотрит и скажет, а вот об этом я бы и не подумал. Кто-то скажет, наверное, и то, и другое. Вероятно, это будет сказано с удивлением, возможно, это будет сказано с гордостью. Нам важно, чтобы этот разговор, этот диалог продолжался. Диалог культур, диалог эпох, диалог поколений. И в конце концов, наверное, просто человеческий диалог, которого порой так не хватает. Спасибо.